Сегодня я хочу доказать две теоремы об алгебрах с делением. Обе принадлежат Хайнцу Хопфу, замечательному топологу. Одна из них говорит, что коммутативная алгебра с делением, но с алгеброй с делением вещественные, на поле вещественных чисел и конечномерные. Так вот, коммутативная такая алгебра имеет размерность не больше, чем 2. А вторая теорема слабее, чем наша основная теорема о том, что произвольное алгебра разделением на поле вещественных чисел имеет размерность 1, 2, 4 или 8. Она говорит, что такая размер должна быть степенью двойки. Это, конечно, слабее, чем то, что мы докажем на последней лекции уже с помощью более продвинутой техники К-теории. Но зато она доказывается проще. Поэтому, может быть, имеет смысл посмотреть на это доказательство, хотя оно потом будет перекрыто. Но вначале вернемся к тому, чем мы в прошлый раз закончили. А именно, мы хотели показать, почему отображение окружности в себя с точностью догматопии характеризуется целыми числами. Что имеется, естественно, взаимоднозначное соответствие с целыми числами. Здесь в двух вариантах это можно делать. Или отображать окружность в себя без отмеченной точки, или сделать то же самое с отмеченной точкой. Легко проверить, что это одно и то же. В данном случае имеется в виду, что на окружности как-то фиксируется точка. Где-то вот здесь, скажем, соединиться, если там все множество комплектов чисел происходит. И рассматривается отображение и гомотопии, которые точка переводит в отмеченную. Значит, откуда берется такое соответствие? Отображение окружности в себя соответствует число оборотов, которое соответствующая кривая делает вокруг нуля. Значит, надо определить, что такое число оборотов. Ну, так, на глазок это понятно. А более точно это делается вот как. Предположим, что у нас имеется какая-то функция из отрезка, скажем просто. Потому что отображение окружности, это все равно что отображение отрезка, который понимает равные значения на концах. Поэтому можно с тем же успехом рассматривать отображение, скажем, отрезка 0,1. И вот такой отрезок отображен в окружность, которая есть, опять же, множество комплектных чисел по модуру равных единице. Такое, что модуль Z равен единице. Значит, мы хотим его записать, это F от T, как E в степени и φ от T. Значит, считалось известным, что E в комплексной степени и φ это точка на единичной окружности, которого здесь угол φ образует с единицей. То есть это точка cos φ плюс x φ. То есть, ну, если кто не знает, что такое экспонент от комплектового числа, можно просто из-за определения принять, что когда φ движется от 0, скажем, до бесконечности, соответствующая точка едет по окружности. И с точки E и φ начинается с единицы, E в степени 0, и дальше равномерно с единичной скоростью едет по окружности, и E в степени 2 и π, и это снова будет единица. Так вот, значит, почему всякую функцию можно так записать? Ну, что при какой-то функции φ необязательно непрерывно ее можно записать. Ну, это ясно, потому что всякая точка на окружности имеет такой вид E в степени и φ. Вопрос в том, почему это φ от T можно выбрать непрерывным. Ведь фокус в том, что единой функции φ, определенной на всей проколотой плоскости, плоскость без нуля, которая бы соответствовала полярному углу, такой функции на плоскости всей не существует, c минус 0. Она существует только там или в каких-то меньших множествах, скажем, если выкинуть какой-нибудь луч, ну, обычно там отрицательные числа, естественно, выкидывать, чтобы получился этот угол от минус π до π. Ну, или можно там любой другой луч выкинуть. Но, естественно, если мы начнем обходить по окружности, то этот угол φ, который, скажем, у нас вначале был 0, будет увеличиваться, увеличиваться, и в конце концов придем в 2π, а вовсе не вернемся к начальному нулю, и в этом проблема. Но это легко преодолевается. Почему такую φ можно выбрать непрерывной? Ну, потому что в каждой плоскости без луча, ну, чтобы нам удобнее говорить, просто будем говорить о полуплоскостях. Скажем, в каждой полуплоскости ясно, что такая φ существует. То есть, если наша функция f принимает значения не просто не нулевые, а все лежащие в какой-то полуплоскости, то нет никакой проблемы такую φ определить. Ну, скажем, если у нас была какая-то кривая вот здесь вот, в правой полуплоскости. Ну, мы выберем значение φ, когда мы договоримся, что мы выбираем значение от минус π по полам до π по полам. Ну, и, впрочем, всем же успехом можно выбрать вот в том же диапазоне, но прибавить там 2π к обоим концам, или там, наоборот, любое кратное 2π. Хорошо, так теперь нашу кривую разобьем на кусочки, то есть, ну, даже не кривую, а сам вот этот интервал параметров, разобьем на кусочки маленькие, так что каждый кусочек переходит в какую-то полуплоскость, например. Вот разобьем на такие кусочки. Значит, каждый такой кусочек маленький, ну, вообще-то у нас имеется в виду отображение f из отрезка в окружность, значит, каждый такой кусочек соответствует какой-то дуге на кривой, мы возьмем такие отрезочки маленькие, чтобы каждая такая дуга лежала бы в какой-то полуплоскости открытой. Ну, где-то вот тут. Тогда для такого кусочка нет никакой проблемы выбрать такую φ, ну, и дальше просто будем шаг за шагом подбирать соответствующие значения. То есть, на первом кусочке определили, на втором определяем нашу φ, ну, так, чтобы это выполнялось равенство, то есть, ну, правильное значение угла выберем, но так, чтобы только вот в том конце, где уже это φ было определено, но оно принимало нужное значение. Ну, скажем, какая-то у нас там была дуга, скажем, от нуля до π вот здесь, ну, и дальше надо начать с этого же π, а не с какого-нибудь там трехπ или пятиπ или чего-нибудь другого, чтобы определить ее там на следующем куске, и дальше на следующем куске, ну, и так далее. И так шаг за шагом мы все определим, и получится такая непрерывная функция, для которой это верно. Значит, единственное, здесь такая общая тембологическая тонкость есть. Почему действительно такое разбиение-отрезочка существует на такие маленькие кусочки, что каждый кусочек переходит в открытую полуплоскость? Значит, общий тембологический фактор здесь используется заключается в следующем. Рассмотрим. Значит, у каждой точки, ясное дело, в силу непрерывности, есть такая маленькая окрестность, какой-то маленький интервальчик, который переходит в какую-то маленькую дугу, но, в частности, в дугу, которая лежит в одной полуплоскости. Это и есть непрерывность. Значит, точка перешла куда-то, если я возьму маленький интервальчик, в силу непрерывности его образ относительно отображения F будет какой-то маленькой дугой здесь, то есть лежать в одной полуплоскости, но некоторая тонкость заключается в том, что эта дуга, вроде, вовсе никакая не дуга на такой, естественно, изобразителе, какой-то такой кривой, только эта кривая, вообще, говорят, с большой вероятностью, будет какой-нибудь кривой пиано, который покрывает целый отрезок или еще что-нибудь такое, потому что отображение отрезков плоскости, вообще говоря, просто, если непрерывное, там запросто может покрывать целый квадрат или что-нибудь такое, какое-нибудь безобразие делать, поэтому не так ясно для таких кривых, почему действительно отрезок можно разбить на кусочки. Ну, значит, у каждой точки есть такой интервальчик, но дальше надо воспользоваться такой лемой Лебега, что если отрезок замкнутый или вообще любой компакт, компактно-метрическое пространство, покрыто открытыми множествами, то найдется такой маленький эпсилон, число Лебега для этого покрытия, что всякое подмножество нашего отрезка в данном случае, диаметры меньше эпсилон, целиком лежит в одном элементе покрытия, накрывается одним таким открытым множеством. Ну, для случая отрезка это легко понять, если только знать другую теорему Борреля-Лебега, которая утверждает, что отрезок компактен, ну, собственно, сначала была теорема, а потом появилось определение компактности, сделанное из этой теоремы. Теорема такая, что из всякого покрытия отрезка открытыми множествами можно выделить конечные подпокрытия. Поэтому на самом деле мне нужно только конечное число таких интервалов, хороших, которые, значит, в данном случае у меня отображались в какие-то короткие дуги, лежащие в одной полуплоскости. Ну, и когда их конечное число, то просто ясно глядя на эти перекрытия интервальчиков, то есть я возьму эпсилон маленьким, вот меньше, чем длина такого перекрытия, то всякое множество длины меньше эпсилон будет целиком накрываться одним из этих интервалов. То есть, ну, это общий факт. И если я просто теперь возьму число Лебега эпсилон и возьму эти короткие интервальчики длины меньше эпсилон, то вот каждый из них как раз целиком попадет в один из хороших коротких интервалов, и тем самым будет такой, что его образ будет попадать в какую-то полуплоскость, и поэтому вся эта конструкция будет работать. И когда мы такую φ получим, то дальше легко сказать, что такое угол, на который поворачивается точка при движении вдоль такой кривой. Вообще, значит, угол — это сложное понятие. Что такое угол 720 градусов? Если определять угол как часть плоскости между двумя лучами, 720 градусов как-то трудно получить. Если определять как какое-то вращение плоскости, как отображение плоскости себя тоже тогда, 720 градусов получается то же самое, что ноль, что ли? Поэтому нужна некоторая тут деликатность при этих всех определениях. Так вот, что такое угол, на который поворачивается точка при движении вдоль такой кривой. Лучше на какой-нибудь 2π здесь еще введем, когда будет не... Ну, или, впрочем, может, наверное, и так, как было. И φ от θ. Так вот тогда возьмем такую... Представим нашу функцию в таком виде, и дальше скажем, что φ от единицы минус φ от нуля, это и есть тот самый угол, на который наша точка повернулась. Значит, если она сделала один пол наоборот, значит, φ увеличилась на 2π, и вот это и есть угол. А если какая-нибудь кривая... Вот как-то вот так шла, и куда-то вот сюда пришла, ну, тогда, значит, ясно, что здесь началась, здесь кончилась, значит, на сколько там повернулось? На около 3π. Вот из этого определения оно и получится. Значит, то, что мы здесь проделали, на самом деле доказывает более общий факт о том, что отображение отрезка поднимается в накрытие. Значит, что это значит? Это значит следующее. Когда мы рассуждали о связи какой-то функции из отрезка в окружность и какой-то функции из отрезка уже впрямую, то, что мы использовали, по сути дела, это следующий факт, что имеется накрытие между прямой и окружностью. Мы рассмотрим такое отображение, вот мы тут рассматривали, из прямой в окружность отображение такое, что числу φ соответствует Е и φ. Что это геометрически означает? Геометрически означает, что мы из прямой сделали спираль, которая лежит над окружностью, и спроектируют спираль на окружность. Если мы посмотрим на прообраз какого-нибудь интервальчика, какой-нибудь дуги в окружности, возьму какую-нибудь дугу на окружности, вот такую, и посмотрим на ее полный прообраз ВР при этом отображении. Что мы увидим? Мы увидим систему непопарно пересекающихся интервальчиков, они такую арифметическую прогрессию будут образовывать, каждый из которых гомеоморфно переходит в эту дугу. Значит, прообраз при этом отображении, который просто накручивает прямую на окружность, прообраз дуги выглядит следующим образом. Вот имеется прямая, но вот будет, так, один интервальчик через 2π, следующий интервальчик еще через 2π, такой интервальчик, и это и есть полный прообраз такой дуги, и каждый из этих интервальчиков взаимно однозначно, ну и гомеоморфно, перейдет на эту дугу. Когда мы имеем такого рода ситуацию, мы говорим, что имеется накрытие, значит, определение такое, если имеется одно топологическое пространство, x отображающийся на y, то это и есть накрытие, значит, вот x отображается на y, это и есть накрытие, если выполняется похожая история, у каждой точки y есть маленькая окрестность, которая правильно накрыта, а правильно накрыта значит, что если мы посмотрим ее полный прообраз в x, то мы увидим вот такую же картину, некоторое семейство, по паре неперечекающихся открытых множеств в x, каждый из которых гомеоморфно, взаимно однозначно, отображается на соответствующее множество в y. Значит, если я возьму произвольную точку в y, я могу окружить ее маленькой окрестностью какой-нибудь v, такое, что ее полный прообраз вот здесь, ну, какой-нибудь у это, пускай, будет, а v это будет ее прообраз, вот этот самый полный ее прообраз записывается как дизъюнтное объединение, то есть объединение неперечекающихся кусочков, как, возможно, бесконечное, каких-то там в иитых, значит, вот здесь какая-то картинка, вот здесь это мое у, а над ним лежит какой-то там v1, лежит v2, и v3, и так далее, такие, это все открытое под множество в x, и полный прообраз этого u выглядит как объединение вот таких кусочков, каждый из которых переходит на u взаимно однозначно, ну, то есть так, как мы видели, вот именно историю здесь, вот r, есть накрытие над окружностью, какие еще примеры накрытий, естественно, возникают в жизни, ну, скажем, сфера накрывает проективное пространство, двулистно, это вот было бесконечно листное накрытие, у каждой точки бесконечное число прообразов, и в такой картинке над каждой точкой будет бесконечное число кусочков, а бывает накрытие двулистное, скажем, сфера накрывает проективное пространство, как оно пишется, rp1, не rp1, а rpn, и что такое вещественное проективное пространство, n-мерное, можно считать, что это пространство прямых, в n плюс один мерном пространстве, приходящих через ноль, а с тем успехом, поскольку каждая прямая пересекает сферу, можно считать, что это, что вот как проективное пространство получается, берем сферу и отождествляем антиподы, значит, каждая прямая в двух точках пересечет антиподальную нашу сферу, и вот когда мы отождествим пару точек на сфере, вот при таком отображении, когда x отождествляется минус x, получается проективное пространство, когда мы рассмотрим соответствующее отображение, что такое прообраз маленького открытого множества здесь, какое-то маленькое открытое множество на сфере, плюс его антиподальный образ, значит, взять маленькое открытое множество в rpn, его прообраз, это два маленьких открытых множества, каждый из которых гомеоморфно отображается на это у, значит, получается накрытие двулистное, двулистное, с двумя прообразами у каждой точки, а бывает еще n-листное накрытие, как сделать n-листное накрытие над чем-нибудь, ну, самый естественный пример, это взять отображение z на z в степени n, это отображение из окружности в себя, что такое будет прообраз произвольной точки, скажем, прообраз точки единица, это будет вершинами правильного н-угольника, значит, вот здесь взять единицу, значит, ее полные прообразы образуют вершины н-угольника, а если я возьму маленькую дугу, вокруг там единицы, скажем, то ее полный прообраз будет объединение n-дуг вот вокруг этих вершин, и да, ясно, что... Это без нуля нам надо, да? Это у меня окружность в себя отобразилась, и накрытие можно, конечно, не c без нуля тоже, можно это отобразить на окружность, рассматривать будет n-листное накрытие окружности над собой, можно c без нуля, тогда будет n-листное накрытие c без нуля опять над собой. Хорошо, значит, вот такие бывают накрытия, и вот то же самое рассуждение, каким я показал, что функцию из отрезка в окружность можно записать как е в степени и фи т, и при каком-то непрерывном фи, на самом деле показывает следующий, более общий факт, более общий, просто надо теперь применить то, что мы сделали для прямой окружности, можно сделать и в ситуации произвольного накрытия. Если дано отображение отрезка, скажем, 0,1, в какой-то y, а y у нас накрыт x, то такое отображение можно поднять в x, то есть существует отображение вот такое, которое делает всю диаграмму коммутативной. Этот путь в y можно понимать как образ при отображении p, при этом накрытии какого-то пути в x. x, y, произвольный типологический пространство, и берется накрытие в предыдущем смысле. То есть у каждой точки есть правильно накрытая окрестность. Значит, если дано произвольное накрытие, произвольное типологическое пространство, то каждый такой путь поднимается в x. Опять же, как это делается? Ну, тем же самым способом. У нас y покрыт маленькими открытыми множествами, теми самыми, которые участвуют в определении накрытия, те, которые правильно накрыты. Берем их прообразы, этих открытых множеств в этом отрезке. Получаются маленькие открытые множества, покрывающие отрезок. Берем число Лебега ε. Такое, значит, что если мы разобьем наш отрезок 0,1 на кусочки длинные меньше ε, то каждый из этих кусочков накрыт целиком одним из этих самых хороших открытых множеств. Сюда означало следующее, что если мы возьмем его образ в у, то он попадает в какое-то правильно накрытое множество u. И картинка над таким маленьким отрезочком получается следующая. Вот у нас имеется маленький отрезочек, вот он попал в какое-то правильно накрытое множество u, а над ним лежат его копии в x. И вопрос в том, как поднять вот такой отрезочек, лежащий в u, в какой-то... Мы хотим сделать вот такую диаграмму, что сначала мы отображаемся в x, а потом идем вниз. Ну, я с этим можно сделать, потому что просто то, что мы видим в x, это сумма копия этого самого u. Поэтому мы можем начать с произвольной точки и в соответствующей копии этот путь повторить. Только важно именно то, что мы должны это сделать уже в заданной копии, потому что эта заданная копия пришла из предыдущего отрезочка. Вот мы сначала на более точное утверждение такое, что можно так поднять этот путь, чтобы начальная точка уже была заданной точкой в x, ну, так, чтобы там, если только диаграмму коммутативную, то есть мы берем образ нуля в y, берем какую-нибудь точку в x, ее накрывающую, и дальше можно из этой выделенной точки в x взять этот самый путь, повторяющий, ну, накрывающий путь в y. Значит, мы делаем это для первого отрезочка, когда мы переходим ко второму отрезочку, мы имеем вот такую картинку, только значение на его одном конце уже задано. Ну, точно, это значит, что просто задан вот соответствующий слой, лежащий на d. И вот именно в нем мы повторяем заданный путь v, значит, отображение из отрезочка v у нас имеется, задано значение над левым концом. Может, у нас уже новое, надо взять какое-то значение в x, я не совсем понимаю, то есть у нас мы берем 0,1, у нас есть куча отрезков, которые отображаются туда же, в x есть такие же, ну, в x тоже есть такие, которые им соответствуют, в какой-то степени можем поставить соответствие, мы хотим это сделать, правильно? Да, мы делаем по очереди. Значит, сначала мы берем первый отрезочек, с первым отрезочком нет проблем, потому что в нуле уже значение задано, вот маленькое u какой-то... А отрезки прям вот такие последовательно берем? Берем последовательно, именно, важно последовательно, Иначе, если мы будем брать их наобум, как сначала первый, потом десятый, потом снова третий и так далее, то получится как-то ерунда, потому что надо будет вот какая ситуация. Они все открыты или накладываются? Нет, отрезки замкнуты, отрезки замкнуты, тут они перекрываются по общей точке, поэтому, когда мы переходим от одного к следующему, уже значение в конце задано. А если действительно мы попробуем сначала взять первый, потом третий, а потом второй, то может не получиться по следующей причине. У нас тогда на втором отрезке будут уже заданы значения в обоих концах. И тогда может не получиться, потому что, может быть, эти значения будут лежать в разных листах. И именно поэтому это рассуждение нельзя повторить для окружности, потому что, казалось бы, это не отрезок, а окружность куда-то такой отображенная. Это самый y, мы хотим ее поднять до отображения в x. Но тоже сделаем самый разобьемный отрезочек, будем поднимать по очереди, но тогда получится противоречие, если мы по очереди будем проходить, на последнем отрезке. Потому что у нас этот последний отрезочек как-то отображен в y, а когда мы хотим его поднимать в x, значения-то на концах его уже заданы, а они вполне могут оказаться в разных слоях. И поэтому нельзя будет на последнем отрезочке такое проделать, поднятие. Ну а для простого отрезка, значит, никакого цикла не возникает, поэтому все можно поднять, и получается такая теорема. Другая теорема заключается в том, что если у меня имеются гомотопные пути в y, один непрерывно деформируется в другой, я оба их поднимаю и начинаю с одной точки в x, то эти поднятия кончатся тоже в одной и той же точке. Это сводится к следующему. Тоже утверждение, но для отображения квадрата вместо отображения отрезка. Значит, если имеется отображение 0,1 в квадрате в y, имеется здесь накрытие, я могу также поднять его в x. Но отображение отрезка, это по существу, что гомотопия между какими-то путями в y, потому что когда имеется один путь, другой путь, когда я хочу устроить между ними гомотопию, по существу я именно говорю о отображении квадрата. Поэтому такое утверждение по существу означает то, что я сказал раньше, что гомотопные пути поднимаются в гомотопные пути в x, если они только начинаются в общей точке. И они, в частности, кончатся в общей точке. Потому что, вообще говоря, если даны два пути, начинающиеся в какой-то точке в y, и я каждый из них поднял в это накрытие, и они даже начались в общей точке, почему в конец их может прийти, ну, один вот куда-нибудь сюда, другой сюда, в разные слои. Значит, с гомотопными путями это не происходит. Так интуитивно понятно, что когда я непрерывно деформирую путь в y, то накрывающий его путь в x тоже должен непрерывно ехать, и поэтому он не может его конец перескочить с одного слоя на другой. Ну, а наиболее аккуратное утверждение заключается в том, что если имеется отображение квадрата в y, y накрыт каким-то x, то есть вот такое поднятие. Но это делается так же, как и для отрезков, только надо квадрат просто разбить теперь на кусочки маленькие. Вот так вот. Ну, как-то взобьем его на маленькие квадратики. Опять же, используя число либега, значит, имеется покрытие квадрата маленькими открытыми множествами. Маленькое значит, что его образ лежит в каком-то U правильно накрытом. Я дальше беру число либега, то есть такой эпсилон, что всякий квадратик размера эпсилон, он целиком накрыт таким открытым множеством, то есть его образ лежит в каком-то правильно накрытом U. И дальше, шаг за шагом, я прохожу эти квадратики и распространяю уже построенное отображение дальше и дальше. Значит, опять же, единственный здесь фокус, что надо квадрат непроизвольно как-то брать в одном углу, то в другом, а проходить их как-то все-таки разумно, ну, там рядами или сначала первый, а потом второй ряд, или что-нибудь такое. Потому что единственное, что нам нужно, это вот что. Что когда мы переходим к очередному квадрату, маленькому такому, значит, у нас картинка вот такая, вот имеется квадратик, он у нас отображен в Y, мы хотим его поднять в X. А здесь у нас имеется накрытие. На части границы этого квадрата отображение уже задано. Потому что вот мы, скажем, прошли весь там какой-то первый ряд, и взяли два квадратика из второго ряда, теперь переходим к третьему. Тогда у него уже на двух ребрах уже отображение задано, которое мы хотим поднять. Значит, фокус в том, что у этого квадратика только или одно ребро, или два, или там вершина может быть, в общем, какая-то связанная часть границы уже такова, что на ней отображение определено. И поэтому не возникает той проблемы, как вот я сказал, если мы пытаемся вместо отрезка квадрата окружность сюда поставить. Там такой будет последний отрезочек, и у него уже на обоих концах отображение задано, и тогда поднятия может не быть. Но здесь такого не возникает, потому что, вот на ней имеется квадрат, и, скажем, вот на этих двух ребрах отображение уже задано в Y, и более того, это отображение идет в какое-то маленькое, хорошее, открытое множество U, а вот над ним лежат эти слои. Вот эта связанная часть границы уже поднята, ясно, что она поднята в один и тот же слой, потому что из-за связанности, если связанное множество непрерывно отображено в такую дискретную сумму, оно все на самом деле в образе лежит в одном таком кусочке. Это определение связанности. Связанность именно такое, в котором нет нетривиального открыто-замкнутого множества, которое нельзя разбить на две открыто-замкнутые половинки. Поэтому если связанное множество отображено в такое объединение, его образ на самом деле лежит целиком в одном из кусков. Это теорема о промежуточном значении На эти непрерывные функции отрезки Где-то на левом конце отрицательное, на правом положительное Где-то на ноль Это та же самая связанность отрезка по существу Поэтому можно будет продолжить на весь квадрат И так шаг за шагом я это сделаю и подниму мое отображение Утверждение получилось такое Что гомотопные пути, если даны в Y Значит, вот нарисую, как это выглядело Вот у меня был Y, вот был в нем один путь И в нем был другой путь, с теми же концами, скажем Теперь я поднял их в X, начиная с одной и той же точки Вот над этой, значит, у них было общее начало A, там общий конец B Вот теперь в X была какая-то точка, лежащая над A И я поднял один путь, и я поднял другой путь Значит, вообще говоря, такие два пути могли бы кончиться в разных точках в X, лежащих над B Но если эти пути гомотопные, то их поднятие тоже окажется гомотопные И окажут, и кончатся в одной и той же точке Если они гомотопные, значит, что отображение можно рассматривать как функции на квадрате Именно если просто данные два пути, просто один из AB, другой AB, я больше ничего не знаю То действительно, это как бы только на границе подадут что-то задано Ну там два таких несвязанных Короче, что-то задано один путь, задано другой путь И когда я их подниму, действительно, они могут кончиться в разных точках Но если эти пути гомотопные, это значит, что я эту картинку могу рассматривать как часть отображения квадрата сюда И тогда, применяя это поднятие, я подниму это отображение квадрата в X и получу, что мои два пути гомотопные здесь Значит, гомотопные пути поднимаются вот так Теперь отсюда мы сделаем такой вывод, что у односвязанного пространства нет нетривиальных линейно-связанных накрытий Значит, сейчас мы объясним, что это такое, что такое односвязанное пространство Односвязанное, сначала простую вещь, линейная связанность Линейная связанность, это вот что такое, ну, всякие две точки соединяются непрерывно кривой Это, если я сказал, что такое связанность вообще, топологическое пространство связанное, в нем нет Его нельзя разбить нетривиальным способом на два открыто замкнутых куска Линейная связанность значит, что всякие две точки можно соединить кривой Это более сильное свойство, пример нелинейно связанного пространства. Это известный такой, по-английски, topology sign, то есть синус тополога. Синус 1х, вот такая штука, график синус 1х, плюс предельный отрезок от минус 1 до 1 на 0. Такая штука связана. Единственная попытка разбить ее была на этот отрезок и на все остальное, на график этого синуса, но это не есть разбиение на открыто-замктое множество. А непрерывной кривой, точку здесь и точку здесь, не соединишь, потому что может доказать, что и так понятно, что если идти вдоль этой синуса 1х, то бесконечно долго это нужно идти. И, короче говоря, компактным отрезком нельзя соединить точку здесь и точку здесь. Нет непрерывного отображения отрезка, соединяю еще такие две точки. Но для многообразия, для всех хороших пространств это одно и то же, это упражнение, доказать, что для многообразий, чего-то такое, что локально гомеоморфно, там, их виду пространству. Понятие линейной связности и связности равносильны. Теперь, значит, это линейная связность. Теперь, что такое односвязность. В терминах фундаментальной группы, это очень просто, формулируется, фундаментальная группа должна быть ревиальна. Значит, это называется, что x односвязна. Ну, скажем, что x односвязна, если оно линейно связано, и плюс это условие. Потому что, когда линейно связано, тогда можно не уточнять ту выделенную точку в x, в которой мы вычисляем фундаментальную группу. А, значит, что это такое? Ну, P1x, это, ну, точнее, было бы P1x, выделенной точкой. Это вот эти самые гомотопические классы отображения. S1 в x с отмеченной точкой, значит, петли в x0. Вот у меня имеется пространство, вот в нем выделенный x0, и вот я беру отображение окружности в x, которое сохраняет выделенную точку. Но если я S1, понимаю, как отрезок с отождествленными концами, и вот эта точка, приходящая из отождествленных концов, есть выделенная, то есть все равно, что говорить о путях в моем пространстве, которые начинаются и кончаются в x0, то есть о петлях. Так вот, если дана такая петля, и все такие петли гомотопные, постоянные, деформируются в петлю, которая просто все отображает в x0, то пространство односвязно. Значит, пример неодносвязанного пространства главный – это окружность. Тождественное отображение окружности не стягивается в точку, потому что она делает один наоборот вокруг нуля. Ну, по сути дела, мы доказали это, когда в число оборотов вводили. Ну, а пример неодносвязанного пространства – это сфера высших размерностей, начиная со второй. Если дан какой-нибудь путь в S2, опять же, если он случайно оказался какой-то пиановский кривок, который открывает всю сферу, то надо сначала продеформировать в какой-нибудь более человеческий путь, который маленьким шевелением можно сделать гладким, и тогда он не накроет всю сферу, и тем самым, скажем, не накроет северный полюс. Ну, а дополнение до северного полюса топологически – это плоскость, и там все стягивается. Значит, S1 неодносвязанно, а S2 и прочие сферы все односвязаны. Так вот, что мы теперь хотим доказать? Мы хотим доказать следующее, что если имеется накрытие Y над X, X односвязанно, а Y просто линейно связанно, то такое накрытие является гомеоморфизмом, оно тривиальное, однолистное накрытие. Значит, это у нас накрытие. Накрытие над односвязанным пространством, но с помощью чего-то линейно связанного. Значит, ясно, что если не требует связанности здесь, то все что угодно можно накрыть нетривиально, потому что умножим его на, возьмем две копии, или сколько хочешь копии нашего пространства X, вот здесь X лежал, но это умножено на дискретное пространство из отдельных точек, состоящего. Здесь X, это вот его накрытие выглядит вот так. Это такой дешевый способ, когда просто можно отдельные слои как-то не соединять между собой. А если у нас пространство линейно связано, то надо односвязанное пространство, такое накрытие будет тривиальным. То есть, на самом деле, тогда P это гомеоморфизм, в смысле, на каждой точке X лежит только одна точка в Y. А тогда, что оно гомеоморфизм, тоже легко проверяется. Потому что, вообще говоря, взаимнооднозначное и непрерывное отображение, не обязательно, в общем случае, гомеоморфизм, скажем, какой-нибудь. Из полуинтервала можно окружность свернуть, и будет взаимнооднозначное. То есть, биекция непрерывная, а обратная ненепрерывная. Но для накрытия легко понять, что такого не бывает. То есть, нам нужно показать, что Y, что вот это отображение однолистно. То есть, над каждой точкой X лежит только одна точка в Y. Это вот какой картинкой делается. Предположим, что на какой-то точке в X лежит, по меньшей мере, две точки Y. Вот здесь и здесь. Значит, X это только Y1, это Y2. Мы предположили, что Y линейно связан, и всякие две точки можно соединить кривой. Возьмем кривую, соединяющую их в Y, а опустим ее в X. В X мы увидим петлю какую-то. Вот тут, в этом листе. Мы увидим такую петлю из этой точки X себя. Мы предположили, что наше пространство X односвязано. Эта петля гомотопна нулю. Она стягивается и деформируется в постоянную. В таком случае, при поднятии... То есть, вот наши петли и постоянные петли, они гомотопные. Но тогда их поднятия должны были быть в Y, гомотопные. И кончаться в одной точке. Только когда мы тривиальную петлю поднимем, скажем, начинающуюся в Y1, мы увидим саму точку Y1, она в ней начнется и кончится. А другая наша петля началась в Y1 и кончилась где-то в другом месте, Y2. Значит, это противоречит тому, что там раньше упоминалось. При поднятии гомотопных петель, скажем, в накрытие, если они начинались в одной точке, то они... Ну, при поднятии гомотопных путей, которые... Значит, если они начинаются в одной точке, они и кончатся в одной точке. Чего здесь не происходит. Значит, над односвязанным пространством нет нитривиальных линейно-связанных накрытий. А вот теперь мы это применим к доказательству замечательному Хопфа о строении коммутативных алгебразделения. Итак, дана вещественная алгебразделением. Какой-нибудь там... А. Это алгебразделение конечномерное на ДР. Значит, ну там... Дима конечный и А. Это алгебра на ДР. И мы предполагаем теперь, что она коммутативна. Ассоциативность даже не можно и не предполагать. Значит, у нас умножение коммутативно. На всех Х, У и А. Ассоциативность мы не предполагаем. И утверждается, что размерность А не больше двух. Это, чтобы поднять какая-то замечательная теорема, заметим, что отсюда следует основная теорема алгебры. О том, что поле комплектных чисел алгебраически замкнутое. Ну и такая вообще сама по себе выдающаяся теорема. У нее много разных есть доказательств. Скажем, в первом выпуске мат-просвещения новой серии имеется статья Владимира Михайловича Тихомирова и меня. Называется «10 доказательств основной теоремы алгебры». Мы там как бы с разных сторон на эту теорему смотрим, что у многочлена с комплексными коэффициентами всегда корень есть. Он разлагается на линейные множители. Но, кажется, это доказательство, к сожалению, мы упустили. И как-то не обратили в него в свое время внимания. Надо было бы его тоже включить через теорему Хопфа. Почему это сильнее, чем утверждение, что неприводимый многочлен над поликомплектных чисел имеет степень 1, а не может быть старшей степени? Потому что если бы над поликомплектных чисел существовал бы многочлен неприводимой степени больше 1, то у поликомплектных чисел было бы расширение. Ведь вообще, если имеется поле и над ним неприводимый многочлен в этой степени n, То имеется большее поле Расширение данного поля Степени n, то есть как n-мерное векторное пространство В котором заданный многочлен Корень имеет Но строится это так Если было поле k и был какой-то многочлен f В степени n Который неприводимый Над этим полем Неприводимый значит, что в кольце многочленов Он не разлагается на множители меньшей степени То тогда можно рассмотреть Кольцо многочленов На переменной x И профакторизовать его По идеалу, порожденному Этим многочленом f Получится n-мерное векторное пространство Над k, в котором образ x Как раз будет корнем этого многочлена А поле это будет потому, что Этот идеал максимальный Неприводимый многочлен В кольце многочленов Порождает максимальный идеал Фактор кольца по максимальному идеалу Является полем И в этом поле образ x Является корнем Вот как строится расширение Опять же, если бы у поля комплектных чисел Было бы Если бы оно не было алгебраически замкнуто Это значило, что не все многочлены имеют корни Значит, когда бы Неприводимый Значит, какой-то многочлен Разлагается неприводимым множителем Ни первой степени Значит, были бы неприводимыми многочлены степени Больше единицы Можно было бы построить такое расширение Поля комплектных чисел Рассматривая это поле как алгебру над r Над вещественными числами Мы бы получили Вещественную алгебру с делением Ну, это значит, поле у нас было Размерности 2n Потому что это было n-мерное над комплектными числами Значит, 2n над вещественными числами Значит, если я считаю n больше единицы Получается, что алгебра с делением Коммутативная Размерностью больше двух И по этой теореме такого быть не может Значит, эта штука сильнее, чем алгебраический замк То есть, поле комплектных чисел Теперь как же такое доказать? А доказывается это в одну строчку То есть, запомнить очень легко Это доказательство Но какие-то детали сейчас мы поясним Рассмотрим отображение x переходит в x квадрат Кадратичное отображение Это накрытие Если считать, что это н-мерное пространство rn Но 30 минус rn Будем считать, что это просто за одно умножение На пространство rn Это накрытие rn без нуля над собой Двулистное Чего быть не может в силу односвязности Вот и все доказательства Но теперь, значит, немножко поясним Мы рассматриваем отображение x Переходит в x квадрат В нашей алгебре Значит, у нас алгебра считается Без делителем нуля В частности, алгебра деления В частности, означает, что без делителей нуля Произведение ненулевых элементов Ненулевое В частности, без нильпатентов То есть, никакой ненулевой элемент Не может быть нулем в квадрате Значит, это отображение из rn-0 Селя Сколько прообразов у каждой точки? Ровно два Потому что если Почему ровно два Сейчас мы и обсудим Но То есть, почему это отображение на В частности, требует дополнительного объяснения А почему Если какие-то две точки x и y Перешли в одну и ту же В одну и ту же Значит, когда это бывает такое Чтобы x квадрат Было бы равно y квадрат Даже без всякой ассоциативности Насколько здесь тройных произведений не возникает Одной коммутативности достаточно Чтобы увидеть, что в этом случае Либо x равен y, либо x равен минус y Потому что, опять же, делителей нуля нет Мы можем разность квадратов разложить Как обычно в произведение Записать это как x минус y На x плюс y равно нулю Ну и тем самым Один из со множителей должен быть ноль То есть, значит, или Значит, только x и минус x Это только единственные две точки С данным образом при нашем отображении Значит, двулистность есть Чего, что требует объяснения Это следующее Почему это накрытие И почему образ является всем пространством Почему это на самом деле На самом деле это двулистное накрытие Предположим, что мы доказали, что двулистное накрытие Это пространство само себя накрывает Ну так же, как вот c без нуля Накрывает само себя двулистно Если мы возьмем отображение z в квадрате Как мы обсуждали Значит, нужно объяснить Почему это накрытие И почему образ это все пространство Значит, сначала давайте с накрытием разберемся Для этого Нужно вычислить Дифференциал Или производную такого отображения Значит, какая производная у отображения x в квадрате Ну, 2x Это для вещественных функций известно А что это значит для функций от n переменных Ну, фиксируем какую-то точку А, скажем Которая перешла в а квадрат Что такое производная Вот этого отображения Которого мы рассматриваем В данной точке Это некоторое линейное отображение Которое приближает Насколько возможно Вот это отображение вблизи точки А То есть нужно сделать следующее Нужно А заменить на что-то близкое А плюс h И посмотреть, куда оно перешло Не взять линейную часть Взять те члены, которые содержат h в первой степени Но это будет Значит, ну, в силу коммутативного Вообще-то, если что-то такое не коммутативное Получается а квадрат плюс h квадрат плюс а h плюс h а Но поскольку у нас коммутативно а h и а а это одно и то же Может быть 2 h, можно 2 а h, можно записать Значит, а квадрат плюс 2 а h плюс h квадрат Ну и линейный член по h это вот этот вот h квадрат что-то бесконечно малое высшего порядка Если h маленькое И поэтому производная нашего отображения Выглядит следующим образом В этой точке Ну, если это отображение было f То, значит, имеется в виду f' в точке а Вот само это f' в точке а Это линейное отображение Значит, когда говорят, что там производная Х квадрата это 2х, вот число как бы То имеется в виду на самом деле Некоторое линейное отображение Прямое в себя Умножение на это число Ну а в общем случае f' это линейное отображение Которое действует по следующему правилу f' действует на h, это 2h Ну и что мы про это отображение можем сказать Что оно есть Обратимое линейное отображение В силу этой формулы В силу того, что мы опять же предположили Что нет делителей нуля Напомню, что для алгебры изделения Вам все равно, что сказать, что вот она изделение То есть для алгебры вещественных Не вещественных, а просто конечномерных Любым полем Сказать, что она Алгебра изделения То же самое, что сказать, что она без делителей нуля Значит, это выражение Если а не нулевое И а не нулевое Значит, тоже не ноль То есть это отображение f' Линейное отображение Которое h переводит в f' H Имеет нулевое ядро Ну, значит, оно Обратимое линейное отображение Значит, эта штука f' Обратима Ну, теперь надо применить Такую важную теорему Которая на первом курсе проходит Под названием теорема Они явные функции Теорема об обратной функции Это там немножко не одно и то же Но близкие варианты Того, что нам здесь нужно А именно, что если имеется Гладкое отображение Ну, как у нас Х квадрат Ясно, что в координатах записать То есть там в РН какой-то базис выделить Но это просто какие-то квадратичные отображения Там все Многочлены будут Так что с гладкостью проблем Нет Если дано такое гладкое отображение Скажем, между Гладкими многообразиями Одно и другое И вот такая точка А Перешла в точку Б Если дифференциал этого отображения Касательное отображение В данной точке Есть обратимое отображение Между касательными пространствами В точке А и Б То тогда наше отображение гладкое Устанавливало взаимно однозначное соответствие Дифиоморфизм Между какой-то маленькой окрестностью А И маленькой окрестностью Б Значит, поскольку мы вычислили Что у этого отображения Дифференциал в каждой точке Ну, у нас А это не нулевое Не нулевой элемент нашей алгебры Есть обратимое отображение То получается Из теорема об обратной функции Что это отображение Выглядит следующим образом Сейчас я его нарисую Маленькая окрестность точки А Переходит взаимно однозначно На маленькую окрестность А квадрат Значит, вот у нас было А Вот его можно окружить Маленькой окрестностью Одно перешло во А квадрат Его можно окружить Маленькой окрестностью И соответствующее отображение В заведении в квадрат Будет взаимно однозначным Дифиоморфизм между Этими двумя окрестностями но поскольку мы уже знаем что полный прообраз этой точки а квадрат при нашему отображение f возведения в квадрат состоял из двух точек а и минуса вычисли то больше ничего нет значит картина получается такая вот имеется под имеется минуса тоже окружена как моего морда круиз маленькой окрестностью тоже переходит взаимно однозначно окрестность а квадрату можете естественно здесь окрестность одна и та же потому скажем из-за получилась одна окрестность из минуса как другая просто пересечу их ее уменьшим так что соответствующие окрестности и HORI – а тоже уменьшиться здесь получится одна и тоже можно считать что некоторые окрестность а имеется ни окрестность минуса опять же уменьшая если нужно будет ставить они не пересекаются иметься 2 дизлинакные окрестности точек а и минуса обе они при нашим отображения переходит в одну и ту же окрестность а квадрата ну что это значит и знаешь не получилось накрытия имеется у нашей накрытии над образом почти пока мы не знаем что такой образ пока мы не знаем что это именно отображение на всю эту штуку но мы видим что образ это некоторые открытое множество потому что значит у каждой точке если а перешло какой-то а квадрат то есть а квадрата точки из образа то некоторая окрестность этого образа тоже никто крестница квадрата в этом образе что вот окрестность а перешла под действием этого изведения в квадрат в какую-то окрестность а квадрата так что некоторые открытое множество здесь возникает образ нашего отображения и над ним возникает накрытие двулистное ну теперь почти все мы доделали кроме одного почему это открытое множество образ нашего отображения f это все минус 0 а для этого нужно знать что на и только открыты но и замкнута значит вот если я этот f от отображения в изведении в квадрат было от rn минус 0 рассмотрю вот здесь мы видим что она открыто из теоремы об обратной функции а теперь нам нужно сказать что она еще и замкнута а тогда мы скажем что это пространство связано никаких открытых и замкнутых множеств нет реальных там нет кроме самого пространства если это будет доказывать что на самом деле образом является все пространство тем самым и построили двулистное накрытие вот это пространство над собой и ну отсюда будет сейчас следовать что н не больше двух значит почему эта штука замкнута а здесь нужны соображения компактности теперь мы хотим доказать что эта штука не только открыто но и замкнута когда что доказывает что-то замкнута всегда полезно применить понятие компактности то есть самый который время баррель или бега возникало ปактных знаете что такое из всякого покрытия открытым множествами можно выделить конечно я подпокрытия только только конечно и что это может вы покроете секс для метрических пространств это мекер Fund осегда определения часто более нужноatorа полезно и из всякой последовательности можно выделить сходящую ся под последовательность значит для метрических процессы рассели компактности значит как мы это все дальше почему компакты так еще вает полезно потому что при непрерывном отображении образ компакты всегда замкнут он просто сам компактен и в любом хусдорфом топологическом пространстве из таком что точки отделяются окрестностями не притекающимися всякие компакте до замкнут в частности мы это применим соображение вот какому отображению рассмотрим умножение наше в нашей алгебре на единичной сфере значит наша алгебра а была отождествлена с н мерным пространством rn в нем лежит сфера н-1 мерная рассмотрим наше умножение который по xy переводит в произведение xy на сфере то есть значит как отображение сферы sn-1 крест sn-1 правда образ может быть не совсем в этой самой сфере потому что почему если единичный вектор я перемножу бог ва знает какая длина там будет у произведения но ничего подправим длину то есть на замене вектор на вектор деленный на собственную длину что попасть в зеничную сферу то есть отображение что такое будет не xy просто а вот xy поделить на длину xy тогда это отображение будет корректно определенное отображение но xy никогда не ноль поэтому длина не нулевая на что здесь хорошо и получили отображение из сферы это нам пригодится через некоторое время но пока это нам не нужно пока нам это что не нужно делить на длину а наоборот нужно рассмотреть отображение как есть и посмотреть что получается все значения здесь не нулевые я определил некоторые непрерывное отображение на компактном пространстве вот на этом квадрате сферы с ненулевыми значениями ну можно сказать длину посмотреть на это числовая функция была но есть важное свойство заключается компакт в следующем что есть дана числовая функция скажем положительная всюду на компакте то она не просто до положительно она отделена от нуля некоторым эпсилом потому что имеется минимальное значение наименьшее значение которое начнем сам будет строго положительно тем самым все эти днины эти произведения не могут слишком близко к нулю подходить они лежат все в некоторые вне некоторого маленького шарика вот это непрерывная функция на компакте достигает своего минимума и раз минимум положительное число строго положительные не 0 поэтому все эти числа больше равны какого-то какой-то константы если начнут но ему что это отсюда следует что если я возьму два единичных вектора если x равна единице игре к на единице то отсюда следует что длина произведения больше равно это самый какой-то константы c ну а длине единичных векторов растягивать этот вектор там нужное число раз получится что даже можно это написать что есть данные два ненулевых вектора то применяя это к вектору x делить на модуль x и y делить на модуль y это два единичных вектора значит их произведения их длина должна быть больше равна чем для константы c но эти числа перенеся в другую сторону получаем что на x y больше равно чем цена длину x на длину y то есть если мы перемножаем очень длинные векторы мы не можем получить что-то короткое если ну вот c какое-то там число там одна пятая скажем вот если x и y это по миллион по миллиону то мы не можем тогда произведение x и не будет слишком близко к нулю и тогда из этого замечания мы сейчас выведем то что я обещал замкнутость образа при отображении в заведении в квадрат значит как же мы это докажем для этого нужно доказать следующее штука вообще что этот образ и падает своим замыканием что такое замыкание в там в р.н. геометрическом пространстве это множество пределов сходящихся последовательности берем последовательность точек из нашего множества если они сходятся в большом пространстве мы берем предел этот предел эта точка замыкания так что нам нужно ну как взять открытый круг вот границ точка граничной окружности лежит в его замыкании потому что я могу к ней приблизиться такой сходящий с последовательностью значит нам нужно доказать следующее что если я беру последовательность точек из образ это из-за этого множества замкнуть который хочу доказать образ при выведении в квадратность просто множество квадратов и это последует куда-то сходится то то куда она сходится этот предел тоже является чем-то квадратом то есть я беру последовательность каких-то xn в квадрате и предполагаю что последовательность сходится к чему-то каком-то вам не нулевому вектору просто хочу доказать им замкнуть в этом множестве рен минус 0 то есть я беру какой-то там вектор b минус 0 и хочу доказать что это b тоже является чем-то квадратом а для этого я теперь смотрю на последовательность самих этих xn согласно предыдущему неравенству все эти икс цены имеют ограниченную длину они их длины не могут быть сколь угодно большими потому что если бы слишком мы вы получили длинные векторы то их квадраты согласно этому неравенству тоже были бы очень длинными большими не могли бы быть близких b значит есть поскольку последовательность длин x квадрат n ограничено поскольку начинает некоторые они все близки к этому b но там первые конечные число членов естественно ни на что не влияет то тогда из этого неравенства получается что и векторы xn имеет ограниченную длину начал как сказал слишком длинные векторы как следует из этого неравенства при приемножении давали бы длинный вектор поэтому отсюда утекает что последовательность xn ограничено все эти икс цены лежат в каком-то шаре большого радиуса тем самым в чем-то компактным а раз так то обычный трюк с сходящими с последовательностями в компактах можно перейти к сходящейся подпоследовательности значит в компакте всякая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность но там это n другой естественно будет не то что разница пространство к чтобы не усложнять обозначение сразу перейдем в последности перенумеруем соответствующим образом наши члены то есть короче говоря можно считать что xk куда-то сходится что xk сходит с какого-то пределы там y потому что все они лежали в большом шаре можно перейти подпоследовательности перенумеруем соответствующие члены и без ограничения общности считаем что xk куда-то сходится но раз так то тогда ясно дело что если xk сходится к y то как раз квадратных сойдутся y квадрат который тем самым должен быть равен b и вот мы доказали что произвольный произвольная предельная . то из замыкания от этого образа отображение x приходит x квадрат тоже является квадратом это множество замкнута у нас это может за образ и вот это множество которое было множеством всех квадратов где x не равно нулю она замкнута в арен минус 0 все теперь уже последний остался маленький шаг мы получили двулистное накрытие это пространство rn минус 0 над собой почему доказали что образ является открытым и замкнутым множеством то есть все пространство только проверили что это двулистное накрытие ну и что теперь происходит а теперь происходит ссылка в эту теорему что у односвязанного пространства не может быть нетривиальных связанных накрытий линейно связанных накрытий если n 3 или больше то пространство rn минус 0 1 связано скажем почему r3 минус 0 1 связано я возьму r3 минус 0 вот она пусть из трехмерного пространства . выкинута если дан произвольный до произвольной замкнута кривая я уже можно стянуть в трехмерном пространстве во всем трехмерном пространстве нет проблем со стягивом все стягиваем а но можно поверхность на нее натянуть которая ну просто взять какой-нибудь была как кривая возьму точку который будет вершина конуса ну и вдоль вы постепенно буду стягивать вдоль образующих конуса всю мою кривую в эту точку значит если такой конус стягивающий не проходит через 0 вот вы и доказали что наша кривая стягивается в эти минус 0 то есть единственная проблема может быть что вдруг этот конус случайно задел ноль но ясно что у нас место много трехмерном пространстве поверхность маленьким шевелением может легко это ноль обойти ну формально значит но если какая случайная наша . ноль лежит на конусе просто самого начала все немножко подвинем какую-нибудь сторону но опять же наверно надо считать что кривая наш не пианос какая-то гладкая чтобы она была одномерная тогда поверхность на тяги стягивающий будет двумерной поэтому маленьким шевелением ее легко снять с точки в трехмерном тем более многомерном пространстве rn минус 0 при n большим или равным трем односвязно от никаких накрытий нетривиальных быть не может но случай 2 наоборот прекрасно может быть как мы знаем в этом случае как вы заметили действительно бывает отображение c минус 0 который z переводит z квадрат и она является двулистным накрытием и это ничего не противоречит что эта штука не одна связана но гомотопический эквивалент к раз окружности а и рэн минус 0 до дар проще рассказать чем шевелить эти другие конусы вот как можно было сказать гомотопические r3 минус 0 эквивалентно двумерной сфере потому что мерная сфера там лежит в качестве деформационного ретракта и в этом надо доказать что двумерная сфера одна связана а это ясно потому что опять же всякий гладкий путь не накрывает всю сферу нач какую-то точку скажем северный полюсом не накрывает а дополнение до этого северного полюса все стягиваем и тем сам путь там лежащий стягиваем вот значит доказали теорему хопфы доказали и заодно еще раз основную теорему алгебры тогда можете еще просто упомянул для какие еще бывают хорошие доказательства основной теорем алгебры что многочлен с комплектными коэффициентами есть всегда корень вот одно из них особенно близко к тому что обсуждали вначале число оборотов вокруг кривой вокруг точки и там фундаментальная группа окружности нет реальная отказаться такое вот предположим что некоторые многочлен там p от z степени больше единица не имеет корней значит что-то и нет корней у него и как мы получим противоречие но надо рассмотреть о образ при п различных окружностей с центром нуля что происходит если я обойду 0 по какой-то окружности какого-то радиуса р р в комплекте множите комплектные чисел если я очень маленькая то получается просто мы вы просто из предельности равно 0 то получает про свободный член то есть что то такое что не вообще не движется вистоит на месте но если р маленькая получается какая-то петелька вокруг этого свободного члена там а 0 ну что такое там были не вокруг где-то рядом как это петелька рет сам а 0 Если r очень большое, что получается? А получается, что z в степени n намного больше все остальные члены Поэтому поведение этого выражения z в степени n плюс следующие члены Неотличимо от поведения z в степени n В том смысле, что если посмотреть, что это издалека из космоса То сам z в степени n обходит вокруг нуля по округности радиуса r в степени n n раз Ну а все эти члены какое-то такое маленькое колебание здесь дадут Которое, собственно, будет незаметно, если посмотреть на все это издалека Ну а теперь будем увеличивать это радиус r Вначале окружность, образ такой окружности при отображении p Обходила вокруг нуля ноль раз, потому что это что-то такая петелька вблизи а-ноль Вблизи константы какой-то ненулевой Потому что мы рассчитали, что корня нет, сейчас свободный член ненулевой А при большом n получили кривую, которая n раз обходит вокруг нуля Ну а как такое могло случиться, когда r у нас плавно теперь менялось Как же число оборотов вдруг из нуля стало n Ну не может такого быть, значит, единственное, на самом деле, объяснение Это то, что в некоторый момент это число оборотов было не определено Потому что наша кривая проходила через ноль Значит, на самом деле, что происходит, что если действительно взять такой многочлен И взять образы окружностей, то в некоторый момент наша кривая просто пройдет через ноль И поэтому понятие числа оборотов будет не определено Вот она проходит, ну сначала вас с одной стороны, здесь, потом с другой стороны И число оборотов изменилось, увеличилось на единицу Ну тогда можно вывести, что именно n корней должно быть Потому что n раз так должно произойти Ну там, сколько кратности могут быть, то что-то усложняется Но ясно, что это доказали таким образом, что есть корни Хорошо, я теперь другую теорему Хопфа хотел доказать Теперь, боюсь, уже не успею, но я, по крайней мере, начну тогда ее обсуждать Про алгебры разделения уже не обязательно коммутативные Почему их размерность должна быть степенью двойки? Значит, в следующий раз я попробую уже тогда с помощью К-теории Постулировав некоторые свойства этой К-теории Значит, объяснить, почему должна быть размерность 1, 2, 4 или 8 Ну а сейчас мы попробуем более элементарными способами Узнать, почему это должна быть степень двойки Значит, пусть у нас теперь поврежденным а-алгебры разделением Вещественное, как раньше, только не коммутативное Не обязательно коммутативное Мы хотим доказать, что ее размерность есть степень двойки Для этого, значит, n будет другой, значит, просто степень двойки Значит, а у меня это rn Я беру эту алгебру Теперь рассматриваю отображение на сфере n-1 мерной Вот то, которое я пытался там раньше ввести Поделив на длину Значит, я беру отображение sn-1 Отображение такое, которое пару xy переводит в вектор xy, но поделенный на свою длину, чтобы он стал бы единичным Что мы видим про это отображение? Это отображение нечетное В том смысле, что если обозначивать через g как-нибудь, то выполняется следующее Если у одного аргумента поменяется знак, то и образ поменяет знак Там g минус x от y Ну что это значит? Ну, длина останется прежней, а здесь вот знак поменяется И будет то же самое, что g от x минус y И все это равно минус g xy Такое отображение, скажем, нечетное отображение из квадрата сферы себя Значит, если один аргумент меняет знак, то и образ меняет знак Так вот, оказывается, что уже этого свойства достаточно для того, чтобы утверждать, что n-то степень двойки Если имеется вот такое нечетное отображение сферы в себя Вот это нечетное в этом смысле То отсюда и вытекает, что n степень двойки На самом деле, отсюда вытекает более сильная вещь, что n равно 1, 2, 4 или 8 Но это, опять же, более сложно Значит, на самом деле, это 1, 2, n принадлежит 1, 2, 4, 8 Значит, значит, n больше нуля Но это, опять же, что такое катерное и более сложное А сейчас мы попробуем доказать, что это степень двойки Исходя из более простых соображений Впрочем, тоже не совсем простых Потому что нужно понятие гомологии и когомологии Но, впрочем, наверное, вы слышали все эти слова уже на этой школе где-нибудь еще и раньше Нам нужны будут когомологии проективного пространства Рассматриваем пространство R, P, N И хотим узнать, что такое его кольцо когомологии Ну, у меня осталось там, кажется, 5 минут на всех когомологии Но сейчас мы их быстренько и обсудим Значит, кольцо когомологии – такое устрашающее название А если поменять название на старомодное, оно станет менее устрашающим Раньше это называлось кольцом пересечений И под таким названием это что-то такое более понятное Потому что, скажем, взять тор Давайте начнем с него, чтобы было понятно, что такое кольцо пересечений И мы хотим определить, что такое кольцо пересечения этого тора Это кольцо пересечений состоит из следующих компонент H0, H1 и H2 H0 – это циклы коразмерности 0, то есть размерности 2 То есть это сам тор, возможно, с коэффициентом Целым коэффициентом Я, скажем, с целым коэффициентом пока буду рассматривать То есть это получается образующая единица И в ней какое-то там можно целое число умножать Что такое компоненты H1? Циклы коразмерности 1 Какие циклы, то есть опять же, коразмерность 1, в самом данном случае, размерность 1 на двумерном торе А пока не будем, потому что это до 5 минут можно пока не вложиться Потом объясню Пока на глазок, пока вычислим, что это такое, не зная, что это такое И так из общих здравого смысла Какие будут циклы на торе? Параллели и меридианы Все остальное к ним сводится Как они пересекаются? Один цикл A, другой цикл B, они пересекаются в одной точке То есть имеются какие-то еще образующие A и B здесь Так что само H1 будет у нас свободной группой с двумя образующими, Z2 Как их перемножать? Когда мы перемножим A и B, получится точка Элемент вот этого последнего компонента Это циклы ко-размерности 2, то есть размерности 0, то есть точки с коэффициентами Какие, значит, это снова, скажем, здесь класс точки какой-нибудь P Это образующие в этом H2 Значит, Z на P Ну, значит, с целыми коэффициентами могу убрать Это вот будет компонент H2 А теперь как перемножать A и B Но если я перемножу A и B, я получу точку Впрочем, умножение в данном случае антикоммутативно Потому что надо учитывать ориентации Если вот имеется один цикл там какой-то вот в таком направлении А другой в перпендикулярном направлении какой-то там цикл B То считается, что на моем торе задана ориентация И поэтому, если я пересекаю цикл, ну как там, как договориться Скажем, сначала A, потом B Надо взять вектор, тоже цикл ориентированный Как бы ориентированные кривые надо себе представлять Ну, мы договоримся, что если у нас вектор там первый Взятый с параллельно первому многообразию Потом вдоль второго идет Если получилась ориентированная база С правильной ориентированной большого многообразия То, значит, знак плюс переписываем к пересечению А тогда, если я поменяю их, B, получается минус точка Ну вот, собственно, мы и вычислили кольцо пересечения Не зная, что это такое у нашего тора Теперь вычислим кольцо пересечений у РПН Которое будет называться кольцом когмологии Чтобы его проще было вычислять Там в комплексном случае, если берем комплексное проективное пространство Оно вполне хорошо вычисляется Потому что все эти циклы представлены Просто проективными подмногообразиями Линейными подпространствами разных размерностей Если мы с вещественными пространствами имеем Проще еще сделать такую модификацию Коэффициент рассматривать не целый, а по модулю 2 З2 Значит, коэффициент у нас использует из двух элементов Из 0 и 1 Какие бывают циклы по модулю 2 в нашем РПН И как они пересекаются Только линейные пространства Значит, там бывают пространства РПК по К от 0 до Н Как они пересекаются Понятно Взять одно линейное пространство Взять другое Пошевелить их, если нужно Чтобы они пришли в общее положение И получится снова перепрещение линейное пространство Коразмерности должны сложиться Поэтому Это кольцо выглядит следующим образом Образующий является Класс гиперплоскости Он лежит в первых когмологиях Значит, потому что коциклы Коразмерности 1 Нашего пространства РПН-1 Если я обозначу как не через H Этот класс То все остальные классы Получаются пересечением этого H Несколько раз самим собой Так что получается кольцо С образующими Значит, это H в первых когмологиях H в квадрат во вторых и так далее H N Это последний класс А H N плюс 1 Это уже 0 Там никаких циклов коразмерности Н плюс 1 нет И вот мы вычислили наше кольцо Это кольцо от этих переменных Значит, с коэффициентами В F2 Ну, у них единицы есть То есть я беру вот эти элементы Приписываю произвольные коэффициенты Из нуля единицы То есть просто некоторые из них выкидываю А некоторые оставляю И это полное написание этого самого кольца А как оно применяется к теореме Хуб Времени уже сейчас обсуждать нет Попробуйте в следующий раз вложить Вместе с категорией Все, до сегодня Все, спасибо 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 Спасибо